Бытие, глава двадцатая. Авраам поднялся оттуда к югу, и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре жене своей, она сестра моя, ибо он боялся сказать, что это жена его, чтобы жители города того не убили его за нее. И послал Авимилех царь Герарский, и взял Сару. И пришел Бог к Авимилеху ночью во сне и сказал ему, вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. Авимилех же не прикоснулся к ней и сказал, владыка, неужели ты погубишь незнавший сего и невинный народ? Не сам ли он сказал мне, она сестра моя? И она сама сказала, он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего, и в чистоте рук моих. И сказал ему Бог во сне, и я знаю, что ты сделал себе в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возврати, что знай, что непременно умрешь ты и все твои. И встал Авимилех утром рано, и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их. И люди сии все весьма испугались. И призвал Авимилех Авраама и сказал ему, что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мной дела, каких не делают? И сказал Авимилех Аврааму, что ты имел в виду, когда делал это дело. Авраам сказал, я подумал, что нет на месте всем страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, а она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моей женой. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей, сделай со мной сию милость. В какое не придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой. И взял Авимилех серебра тысячу сиклей, и мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему сару жену его. И сказал Авимилех Аврааму, вот земля моя пред тобою, живи где тебе угодно. И саре сказал, вот я дал брату твоему тысячу сиклей серебра, вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которая с тобою, и перед всеми ты оправдана. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимилеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево вдове Авимилеха за сару жену Авраамову. Бытие, глава 21. И презрил Господь на сару, как сказал, и сделал Господь саре, как говорил. Зачела сарра и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему сарра, Исаак. И обрезал Авраам Исаака сына своего в восьмой день, как заповедала ему Бог. Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала сарра, смех сделал мне Бог, кто не услышит, обо мне рассмеется. И сказала, кто сказал бы Аврааму, сарра будет кормить детей грудью. Ибо в старости его я родила сына. Дитя выросло и отнято от груди. И Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак, сын его, отнят был от груди. И увидела сарра, что сын Агария египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается над ее сыном Исааком. И сказал Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его Измаила. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни его. Во всем, что скажет тебе сарра, слушайся голоса ее. Ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу великий народ, потому что он семя твое. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды, и дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом. И пошла, села вдали, в расстояние на один выстрел из лука. Ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села поодаль против него и подняла вопль и плакала. И услышал Бог голос отрока оттуда, где он был. И ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей, что с тобою, Агарь, не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водой живую. И пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жив в пустыне, сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. И было в то время Авимелех с Ахузафом, невестоводителем, и Фихолом, военачальником своим. Сказал Авраму, с тобою Бог во всем, что ты не делаешь. И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь. И сказал Аврам, я клянусь. И Авраму прикалывал Авимелеха за колодец с водою, который отняли раба Авимелехова. Авимелех же сказал ему, не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне. Я даже не слыхал о том доныне. И взял Аврам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху. И они оба заключили союз. И поставил Аврам семь агнес из стада мелкого скота особо. Авимелех же сказал Авраму, на что здесь сие семь агнес из стада овец, которых ты поставил особо. Аврам сказал, семь агнес сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец. Потому и назвал он сие место Версавия, ибо тут оба они клялись. И заключили союз Версавии. И встал Авимелех, и охузав невеста-водитель его, и фехол военачальник его, и возвратились в землю филистимскую. И насадил Аврам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного. И жил Аврам в земле филистимской, как странник, дни многие. Бытие. Глава 22. И было, после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим, останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой, он отвечал, вот я, сын мой, он сказал, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения. Авраам сказал, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой, и шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, он сказал, вот я, ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока, и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои, и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна, и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек Авраам имя месту тому, иегово, ире, посему и ныне говорится, на горе иегово усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря. Я владею семя твое городами врагов своих, и благословятся в семье твоем все народы земли за то, что ты послушался глаза моего. И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Версавию, и жил Авраам в Версавии. После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав, вот и Милка родила на хору брату твоему сынов, Уца, первенца его вуза, брата сему, Кемуила, отца Авраамова, Кеседа, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Вафуила. От Вафуила родилась Ревекка. Восьмерых сих сынов родила Милка на хору, брату Авраамову. И наложница его именем Реума, также родила Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху. Бытие, глава 23. Жителе жизни Саррины было 127 лет, вот ли та жизнь Саррины. И умерла Сара в Кириаф-Арбе, которая на долине, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей, и говорил сенам Хетовым, и сказал, «Я у вас пришлец и поселенец, дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения на нем умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли, то есть сенам Хетовым. И говорил им Авраам и сказал, «Если вы согласны, что я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения». Ефрон же сидел среди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон хитиянин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал, «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе перед очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою». Авраам поклонился перед народом земли той, и говорил Ефрону вслух всего народа земли той, и сказал, «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему, «Господин мой, послушай меня, земля стоит четыреста стихлей серебра, для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Ефрона и ответил Авраам Ефрону, «Серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетов, четыреста стихлей серебра, какое ходит у купцов». И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещеры, которые на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым перед очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После сего Авраам похоронил Сару жену свою в пещере Поля в Махпеле против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Гананской. Так досталось Аврааму от сынов Хетовых поле и пещеры, которая на нем в собственность для погребения. Бытие, глава 24. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему старшему в доме его управляющему, всем, что у него было, «Положи руку твою под стегно мою и клянись мне, Господа Бога, небо и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему Исааку, жены из очарей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою и к племени моему, и возьмешь оттуда жену, сыну моему Исааку». Авраам сказал ему, «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына своего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему, «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба и Бог земли, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря, тебе и потомству твоему дам сию землю. Он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену, сыну моему Исааку оттуда. «Если же не захочет женщина идти с тобой в землю сию, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда». И положи раб руку свою под стегну Авраама, господина своего, и клялся ему всем. И взял раб из верблюдов господина своего десять верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. И остановил верблюдов вне города, у колодезя воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду. И сказал, «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость с господином моим Авраамом». «Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девице, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет мне, «Пей, я и верблюдам твоим дам пить, пока не напьются. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим Авраамом». Еще не перестал он говорить в уме своем. И вот вышла Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшины ее на плече ее. Девица была прекрасно видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал, «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала, «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются все». И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло. И побежала опять к колодезю почерпнуть воды и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикли и два запястья на руки весом в десять стеклей золота. И спросил ее и сказал, «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему, «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила на хору». И еще сказала ему, «У нас много соломы, корму и есть место для ночлега». И преклонился человек тот и поклонился Господу. И сказал, «Благословен Господь Бог, Господина моего Авраама, который не оставил Господина моего милостью Своей и истинною Своей. Господь прямым путем привел меня к дому брата Господина моего. Девица побежала и рассказала об этом в доме матери Своей. У Ревекки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. И когда он увидел серьгу и запястье на руках у сестры Своей, и услышал слова Ревекки Сестры Своей, которая говорила, «Так говорил со мной этот человек», то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника. И сказал ему, «Войди, благословенный Господом! А зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». И вошел человек. Лаван растедлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам, и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища. Но он сказал, «Не стану есть, доколе не скажу, дело своего». И сказали, «Говори». Он сказал, «Я раб Авраамов». Господь весьма благословил Господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и валов, серебро и золото, рабов и рабыни, верблюдов и ослов. Сара, жена Господина моего, уже состарившись, родила Господина моему одного сына, которому он отдал все, что у него. И взял с меня клятву, Господин мой, сказав, «Не бери жены, сына моему из дочерей Хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего и к родственникам моим, и возьмешь оттуда жену, сыну моему». Я сказал Господину моему, «Может быть, не пойдет женщина со мною?» Он сказал мне, «Господь Бог, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобой ангела твоего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену, сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим. Если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей». И пришел я ныне к источнику и сказал, «Господи, Божий Господин моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот, я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу, дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне, и ты пей, и верблюдам твоим я начерпаю. Вот жена, которую Господь назначил сыну, господина моего, рабу своему Исааку. И посему знаю я, что ты творишь милость с господином моим Авраамом». Еще не перестал я говорить в уме моем. И вот вышла Ревекка, и кувшин ее на плече, и сошла к источнику, и почерпнула воды, и я сказал ей, «Напой меня». Она точно спустила с себя кувшин свой на руку свою, и сказала, «Пей, и верблюдов твоих я напою». И я пил, и верблюдов моих она напоила. Я спросил ей, и сказал, «Чья ты дочь? Скажи мне». Она сказала, «Дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка». И дал я серьги ей и запястья на руки ее. И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога, хозяина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата, господина моего, за сына его. «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, я обращусь направо или налево?» И отвечал Лаван и Вафуил, и сказали, «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе, вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека перед тобой, возьми ее и пойди. Пусть будет она женой и сыну, господина твоего, как сказал Господь». Когда Авраам услышал слова их, то поклонился Господу до земли, и вынул раб серебряные вещи и золотые вещи и одежды, и дал Ревеке, так же и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. Ели и пили он и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал, «Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Но брат ее и мать ее сказали, «Пусть побудет с нами девица дней хотя десять, потом пойдешь». Он сказал им, «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Они сказали, «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревекку, и сказали ей, «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала, «Пойду». И отпустили Ревекку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Аврамова, и людей его. И благословили Ревекку, и сказали ей, «Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». И встала Ревекка, и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревекку и пошел. А Исаак пришел, избер лохая ров, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды. Ревекка взглянула, и увидела Исаака, и спустилась с верблюда. И сказала рабу, «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» А раб сказал, «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И ввел ее Исаак в шатер Сарры, матери своей. И взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. И утешился Исаак в печали по Сарре, матери своей. Бытие. Глава 25. И взял Аврам еще жену именем Хеттур. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака, Ишуаха. И Окшан родил Шеву, Фемана и Дедана. Сыны Дедана были Рагуил, Навдеил, Ашурим, Летушим и Леюмим. Сыны Мадиана, Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все сыны Хеттуры. И отдал Аврам все, что было у него, Исаака, сыну своему. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Аврам подарки, отослал их от Исаака сына своего еще при жизни своей на восток, в землю восточную. И дней жизни Авраамовой, которой он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаака и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле Ефрона, сына Сахара, хитиянина, которая против Мамбрея, на поле и в пещере, которая Авраам приобрел от сынов Хеттовых. Там погребены Авраам и Сара, жена его. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Бер-Лаха-Раи. Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму Агарь, египтянка, служанка Сарина. И вот имена сынов Измаиловых, имена их по родословию их. Первенец Измаилов, Наваеев, за ним Кедар, Ат-Беэл, Мифсам, Мишма, Дума, Маса, Хадад, Фема и Этур, на Фиш и Кедма. Сии суть сыны Измаиловы и сии имена их в селениях их и кочевьях их. Это двенадцать князей племен их. Лет же жизни Измаиловы было сто тридцать семь лет. И скончался он и умер. И приложился к народу своему. Они жили от Хавилы до Сура, что перед Египтом, как идешь ко Сирии. Они поселились перед лицом всех братьев своих. Вот родословие Исаака, сына Авраама. Авраам родил Исаака. Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревекку, дочь, Вафуила Арамеянина из Мессопотамии, сестру Лавана Арамеянина. И молился Исаак Господу о Ревекке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачела Ревекка, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться. И она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени в очреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа косматы, и нарекли ему имя Исаав. Потом вышел брат его держать рукой своей запятую Исаава, и наречено им имя Иаков. Исаак же был шестидесяти лет, когда они родились от Ревекки. И дети выросли, и стал Исаав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исаава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревекка любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исаав пришел с поля усталый. И сказал Исаав Якову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал, а сего дано ему прозвище едом. Но Иаков сказал Исааву, продай мне теперь же свое первородство. Исаав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал ему, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему, и продал Исаав первородство свое Иакову. И дал Иаков Исааву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исаав первородство.